Продолжается игра. Ну что ж. 40 секунд. 40 секунд остается до выхода четвертого полевого. Ииии... Будет ли кистевой бросок? Пугов совсем пустой? Ну, тут без шансов. Тут без шансов. Абсолютно 1-0. Реализовали доверно, скажем так. Так. Остался совершенно один на пятачке игрок Нефтехимика. Ну и у Удисового Крика не было никаких шансов. Ладно, было поаккуратнее несколько играть. Хоккеистам. Вот мы сейчас видим этот повтор, да. В какой-то степени, может быть, даже издевательский гол был. Его задействуют, особенно в первом периоде. И 2-0. И издали забрасывает. Кто бы это мог быть? Александр Сорокин, по-моему, седьмой номер отличился. Могу ошибаться? Ну, еще бы столько раз вырвучал в Удисово Коряк. И рано или поздно должна была шайба залететь вновь. И, кстати, снова в большинстве. Пожалуйста. Здесь, наверное, уже впору вспомнить о том, как Буран играет в меньшинстве. И здесь показатели совершенно неутешительные. Буран на двадцатом месте. Находится... Придулем. Бросок. 3-0. Блестящая реализация большинства. И потребовалось буквально, не знаю, секунд 15, может. Сколько прошло времени от того момента, когда началась эта атака, до заброшенной шайбы. И причем, самое главное, невозможно в этом винить Удисова Коряка. Потому что, да, происходит замена голкипера, но ни в коем случае, я думаю, не должны винить сейчас своего голкипера хоккеисты. Типец. Типец. Бросок. И шайба заскакивает в ворота. Шайба заскакивает в ворота. Одна шайба отыграна. 1-3. 1-3. И все стало чуточку повеселее. И тут же, походу, какие-то наставления дает своим парням Михаил Бирюков. Ну что ж. И мы тем-то катанем. Но в итоге сработало то, что работало весь сезон. Наконец-таки игра в большинстве. Пока что в равных составах ничего не получается. Что у одной, что у другой команды. Не будет ли бросок? Нет, будет передача. Но до пешеходного допрошения сразу. И 4-1. 4-1. Буквально 20 секунд не достояли хоккеисты Бурана. Поразительно ужасная игра Бурана сегодня в меньшинстве. Ни в какие ворота. Бросают своих голкиперов буквально на произвол судьбы. Хотя, казалось бы, все начиналось неплохо. Трижды удалось выброситься. Выбросить шайбу из своей зоны. Но в итоге уже на последних секундах меньшинства получается очередную шайбу оформить хоккеистам нефтяника. И я не удивлюсь, если после сегодняшней игры по показателю реализации нефтяник обойдет. Ура. Созлеев. Созлеев ищет партнера. Передача на пятак. 5-1. 5-1. И автором, по-моему, становится как раз-таки Даниил Лапин. Даниил Лапин. Забросил шайбу. Ну, а на мой взгляд, это уже практически все. Созлеев. Две голевые передачи. Лапин 1-1. Ну, и практически полсостава хоккейного клуба нефтяник имеет на своем счету хотя бы 1 балл за результативность в этой игре. Уже некоторые хоккеисты нефтяника просто смеются. И получают удовольствие от игры. Ну, тут можно уже и четвертому звену, как мне кажется, вдоволь поиграть.